Октябрьским районным судом города Мурманска рассматривается жалоба на постановление мирового суда судебного участка номер 5 Октябрьского судебного района под делу номер 5.563 за 2020 год, согласно которому господин Магирамов Тимур Телманович был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.26. Ну и насколько я могу судить, сам господин Магирамов у нас отсутствует, но явился его защитник, так? Да, Мамаев Владимир Владимирович. Так, Владимир Владимирович, вы действуете на основании доверенности, собственно, мне этого достаточно присаживайтесь, пожалуйста. Соответственно, вам здесь объявляется, что данная жалоба рассматривается Октябрьским районным судом города Мурманска в составе председательствующего судебного участка номер 6. Протокол ведется с секретарем Матий Юг. У вас отводы будут в составе? Нет, не имеются. Соответственно, разъясняю вам ваши права. В рамках рассмотрения настоящей жалобы имеете право ознакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в рассмотрении, в том числе свидетельным экспертам-специалистам, заявлять в ходатайстве, в том числе об истребовании доказательств, задавать объяснения в судовусной и письменной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопроса, возражать относительно ходатайства и доводов других лиц, участвующих в деле, обжаловать судебное постановление, но уже путем подачи непосредственно кассационной жалобы в 3-й кассационный суд общей юрисдикции. Соответственно, напоминаю, что обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими вам процессуальными правами, и в силу 151 Конституции Российской Федерации имеете право не свидетельствовать в саму себя и своих ближайших родственников, если в ходе рассмотрения настоящей жалобы будут затронуты подобного рода вопросы. Правообязанность, понятно? Да, понятно. Так, ну, Владимир Владимирович, собственно, насколько могу судить, у вас было ходатайство о вызове свидетелей, вы его заявили в самой жалобе, вот хотелось бы все-таки уточнить, написали ходатайство о вызове свидетелей, с которым брались объяснения. То есть всех, с кого взяли объяснения, вы просите вызов качества свидетелей, правильно? Я могу пояснить вообще, в чем получается сложность данного дела. Так или иначе, я участвовал при том событии, непосредственно на месте. Есть видеозапись, которая мной лично производилась. На тот момент сотрудники полиции составили протокол в мое отсутствие, несмотря на то, что меня вызвали, я как защитник прибыл, это было достаточно рано утром, поскольку я живу очень недалеко, там буквально в течение 15 минут я пришел. Ну, каким-то образом умудрились составить протокол, несмотря на то, что, кажется, мой доверитель, мой подзащитный, говорил о том, что сейчас придет защитник. Соответственно, то, что я видел на месте, однозначно свидетельствовало, что события как такового не было. То есть, что мой доверитель, подзащитный, управлял транспортным средством. Он с самого начала это отрицал, все это зафиксировано на видео. То есть, все это было зафиксировано. Мы там ознакомились частично с материалами, то есть, читали объяснения под видеозапись, я это все комментировал. И, судя по тому, какое было вынесено решение судом первой инстанции, следует, что якобы проводилось какое-то административное расследование, так предполагаю, потому что потом брались еще какие-то дополнительные объяснения. То есть, уже после того, как был составлен протокол. То есть, мне нужно конкретно понять, в рамках каких процессуальных действий производились вот эти дополнительные объяснения брались, было ли административное расследование, почему мой подзащитный не был приглашен на составление протокола и так далее. То есть, мне нужно ознакомиться с материалами дела на данный момент, которые есть в полном объеме. К сожалению, я не смог ознакомиться с судей первой инстанции, несмотря на то, что я подавал заявление об этом. Почему? Потому что каждый раз, почему-то мне говорили, придите в другой день. Вот, у меня к вам большая просьба. Я хочу сейчас зафиксировать видеоматериалы, прямо здесь и сейчас, чтобы не потом, когда секретарь меня позовет, а в этот день я могу, допустим, не прийти, ну, всякие могут быть обстоятельства. Заболел там, уехал, в другом судебном заседании участвую и так далее. Либо там договор у меня, условно говоря, расторгнут с моим подзащитным. То есть мне нужно ознакомиться здесь и сейчас. В связи с этим у меня будет соответствующее ходатайство об ознакомлении меня с материалами дела и предоставлении времени на подготовку. Соответственно, мне для того, чтобы ознакомиться, достаточно, я думаю, максимум минут 15, я это быстренько все отфоткаю. Ну, а для того, чтобы подготовиться надлежащим образом к судебному заседанию, ну, надо мне, ну, предположительно, 2-3 дня. Чистых 2-3 дня. Почему? Потому что, ну, я предполагаю, что там какой-то объем существенный должен быть, раз было административное расследование, раз брались объяснения. Я вас поняла, Владимир Владимирович, так все-таки, ладно, это вы уже мне второе, по сути, ходатайство-то заявление о том, чтобы вам дали... Я поняла, знакомиться с материалами дела, ввиду этого просите отложить. Грубо говоря, рассмотрение, поскольку, сами сказали только что, что 15 минут достаточно, чтобы ознакомиться, но дальше нужна подготовка. А я вот все-таки все про этих свидетелей-то несчастных, а с них-то чего вы хотите получить? Смотрите, по той ситуации, когда я там находился, однозначно следовало, что никаких доказательств нахождения моего подзащитного за рулем управления транспортным средством не было. Те объяснения, которые я прочитал, то есть, которые мне показали, тоже однозначно об этом следуют. Но потом появились объяснения, которые якобы... Ну, я их опять же не читал, я из решения суда предполагаю, что на этом построены обвинения в адрес моего подзащитного. У меня есть основания утверждать, что эти люди подверглись давлению со стороны сотрудников полиции. И хочу этот момент выяснить именно в судебном заседании, чтобы они... Ну, я буду задавать соответствующие вопросы и посмотрю, как они будут отвечать. Потому что, на мой взгляд, свидетели, которые давали объяснения, вот эти дополнительные, давали заведомо ложные объяснения. Это можно установить только в судебном заседании путем задавания определенных вопросов. Ну, поняла вас, Владимир Владимирович. Так, ну что, собственно, давайте таким образом. Значит, поскольку вы просите время для ознакомления с материалами дела и хотите это сделать буквально вот сейчас, собственно, у меня, как говорится, нет возражений по этому поводу. Ради Бога, можете ознакомиться касательно все-таки того, что вам нужно время для подготовки. Вы говорите 2-3 дня. Ну, я бы с радостью, конечно, сказала, что через 2-3 дня я готова снова с вами общаться, но уже, понятное дело, там другие дела назначены, поэтому через 2-3 дня, боюсь, не получится. Тем более, у меня до господина Магирамова еще... Ну, это не меньше. Больше ради Бога. Ну, я поняла вас. Соответственно, правильно ты, я понимаю, все-таки просите отложить сегодняшний рассмотрение? Прошу отложить для того, чтобы и подготовиться, и вообще мне непонятно, как прошло судебное заседание, потому что ни Магирамов, ни я не были извещены в суде первой инстанции. Мне был звонок по телефону, но, опять же, на тот момент даже не выяснили, заключен у меня с ним договор, являюсь я дальше его представителем или нет. То есть, вот у меня, в принципе, есть доверенность, но это не означает, что у меня есть с ним какие-то договорные отношения. Вот если я здесь сейчас нахожусь, значит, у меня есть с ним договорные отношения. Завтра я не приду, значит, у меня нет договорных отношений. То есть, его в любом случае нужно извещать надлежащим образом. Он может другого своего защитника сюда прислать и так далее. То есть, я к чему это веду? К тому, что, на мой взгляд, процедура не была выполнена, в том числе, не было соблюдено наше право на ознакомление с материалами проверки. То, что от моего имени было подано заявление, это не означает, что если я не явился, то я все равно все действия делаю от имени своего подзащитного. Значит, Магирамов должен был явиться, либо другой представитель. То есть, нужно было его пригласить на ознакомление с материалами дела. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю? Я поняла. На тот момент я представлял интересы моего подзащитного, Магирамова, подал соответствующее заявление, но потом по каким-то причинам я не явился. Я сейчас просто не хочу об этом говорить. У меня свои личные дела есть. Я, допустим, не явился, неважно. От этого подзащитный не должен страдать. Ну, понятно. Так, ну, тогда давайте таким образом. Значит, касательно, как я уже сказала, ходатайство об ознакомлении суд удовлетворяет, и я вам, возможно, сейчас ознакомиться непосредственно. Касательно отложения. Ну, с учетом вашей просьбы о подготовке, это ваше право, соответственно. И в этом суд пойдет вам на встречу. Единственное, дату и время я сейчас, вот прямо сейчас обозначить не смогу, но смогу, наверное, когда уже повернусь в свой кабинет. И касательно все-таки свидетелей. Вот это ходатайство о вызове свидетелей суд оставляет до следующего судебного заседания неразрешенным вернемся к нему в следующем судебном заседании. Понятно, господин Морг? Хорошо, понятно. Ну, говорю, надо почитать, что он там написал. Ну, с учетом, что вы хотите, да, вам еще тоже нужно подумать, что вы там в обосновании скажете, то, соответственно, вот это ходатайство о вызове свидетелей суд оставляет до следующего судебного заседания к нему, вернемся позднее. Ну и, собственно, пока на этом все. Можете сейчас проследовать кабинет. Ирина, ознакомишь с материалами дела. А я пока дату, там, время еще определю. Я хочу сразу уведомить Владимира Владимировича, по крайней мере. Все комментарии, которые должны быть даны, они прозвучали.